Глубоко уважаемые коллеги здравствуйте мы продолжаем обсуждать новости доказательной кардиологии сегодня у нас не очень обычное обсуждение поскольку обычно мы обсуждаем результаты исследований клинических исследований то есть исследований с участием человека либо больных либо здоровых добровольцев а сегодня мы будем обсуждать результаты экспериментального исследования на мышах но тем не менее результаты этого исследования на мой взгляд имеет очень большое значение и представляют интерес это результаты экспериментального исследования на мышах ходе выполнения которого хотели проверить гипотезу что применение ингибитора P2Y12 тикагрилора хорошо известного мощного антиагреганта который широко применяется при лечении больных с острым коронарным синдромом что применение этого препарата будет оказывать антибактериальную активность против грамм положительных бактерий устойчивых к антибиотикам такие возможности такие эффекты тикагрилора представляют большой интерес поскольку очевидно что среди больных которые получают тикагрилор по поводу острого коронарного синдрома довольно много людей пожилого и старческого возраста у которых имеется склонность к разным инфекциям которые могут существенно влиять на прогноз в том числе на прогноз связанный с течением коронарной болезни сердца давайте остановимся очень коротко на предпосылках выполнению этого экспериментального исследования в ходе выполнения исследования плата было отмечено что в подгруппе больных которым выполняли коронарное шунтирование от при использовании тикагрилора отмечалось существенное снижение смертности по сравнению с теми больными которые получали клопидогрил тогда по как бы первая реакция первое объяснение состояло в том что в группе тикагрилора у таких больных было меньше тяжелых кровотечений и это могло связано с коронарным шунтированием и это могло быть как-то связано с инфекционными осложнениями кроме того по данным анализа вторичного анализа исследования плата было отмечено что у больных которые получают тикагрилор было статистически значимое снижение частоты осложнений заболеваний легких и наверное еще важнее что было статистически значимое снижение относительного риска на 53 процента смертности от осложнений заболеваний легких и соответственно вот эти данные позволяют предположить что у тикагрилора есть какое-то дополнительное плеотропное действие связанное с его с антибактериальной активностью ну и вот в ходе выполнения экспериментального исследования на мышах были получены данные о том что при достижении концентрации тикагрилора от 20 до 40 миллиграмм микрограмм на миллилитр антиагрегант приводил к бактерицидному эффекту по отношению к таким грамм положительным возбудителем как метициллин устойчивый стафилококк эпидермальный стафилококк метициллин чувствительный золотистый стафилококк и ряда других микроорганизмов которые могут иметь большое значение в развитии инфекций у больных прежде всего пожилого и старческого возраста ну и вот на этой картинке на этом графике вы видите подтверждение гипотезы об антибактериальном эффекте тикагрилора в данном случае это данные для метициллин устойчивого золотистого стафилококка здесь очень хорошо видно что по показателю как числа колонии образующих единиц применение тикагрилора оказывало такое же антибактериальное действие как скажем даптомицин препарат который ну в таких ситуациях применяется не говоря уже о ванкомицине который в соответствии со многими рекомендациями считается препаратом первого ряда у больных у которых инфекция вызвана метициллин устойчивым золотистым стафилококком вот такие вот данные которые могут иметь значение конечно мы не будем лечить больных с инфекцией тикагрилором мы не будем выбирать показания для применения тикагрилора на основании склонности к инфекции но наличие данных о таких клеотропных эффектах должно быть дополнительным основанием для того чтобы чаще в качестве базовой антиагрегантной терапии использовать именно тикагрилор и собственно это не противоречит ни европейским ни российским рекомендациям где тикагрилор является считается препаратом первого ряда антиагрегантом первого ряда из класса ингибиторов p2 y12 для улучшения прогноза больных с острым коронарным синдромом и препараты это в сочетании с аспирином больные должны принимать в течение года мы обсудим результаты рандомизированного клинического исследования которое было посвящено ответу на вопрос можно ли у больных перенесших инсульт эмболической природы с неустановленным источником или как раньше такие инсульты называли криптогенные инсульты у больных синусовым ритмом можно ли после инсульта применяя антикоагулянт по сравнению с аспирином снизить риск развития повторного инсульта это результаты исследования респект эсус это уже второе исследование посвященные данной проблеме первое исследование это было исследование с ревраксабаном исследование навигейт эсус и оно завершилось отрицательными результатами то есть не удалось подтвердить гипотезу о том что у больных с инсультом эмболической природы с неустановленным источником применение антикоагулянта будет иметь преимущество перед применением аспирина это второе исследование где в качестве антикоагулянта использовался другой новый пероральный антикоагулянт ингибитор тромбина прямой ингибитор тромбина добегатран то есть в ходе выполнения этого исследования хотели сравнить эффективность и безопасность применения добегатрана по сравнению с аспирином для профилактики развития инсульта повторного инсульта у больных с недавно перенесенным инсультом эмболической природы с неустановленным источником считается что примерно 20-30 процентов больных с ишемическим инсультом этот инсульт связан как раз с эмболиями с неустановленным источником или как раньше называли криптогенным инсультами это такой тип инсульта устанавливают тогда когда у больного нет лакунарного инсульта по данным методов визуализации и нет явных источников эмболии то есть нет фибрилляции предсердий и нет других факторов которые могут способствовать развитию эмболии там допустим механические протезы соответствии с рекомендациями на сегодняшний день у больных с эмболическим инсультом неустановленной природы рекомендуют после инсульта для профилактики повторные инсульта применение либо аспирина либо сочетание диперидомола с медленным освобождением лекарственного вещества в сочетании с аспирином либо третий вариант это сочетание клопидогрела и аспирина ну и соответственно с помощью таких исследований которые мы сейчас обсуждаем хотели в этот список внести еще и антикоагулянты ну вот схема исследования 5390 больных которых рандомизированно распределяли в группу добегатрана и группу аспирина медиана продолжительность наблюдения составляла 19 месяцев основной показатель частота развития повторного инсульта и основной показатель безопасности как всегда в таких исследованиях бывает эта частота развития тяжелого кровотечения давайте посмотрим на кривые каплана мейера видно что они не расходились то есть применение добегатрана по сравнению с аспирином не приводило к снижению риска развития повторного инсульта у больных с недавно перенесенным инсультом эмболической природы с неустановленным источником то есть преимуществ по сравнению с аспирином у добегатрана не было нужно правда отметить что и увеличение риска развития кровотечения в ходе выполнения этого исследования применение добегатрана по сравнению с аспирином не отмечено терапия была безопасной но бесполезной и делается вывод о том что у больных с недавно перенесенным инсультом и шимическим эмболической природы с неустановленным источником прием добегатрана не имел преимуществ по сравнению с приемом аспирина по влиянию на профилактику развития повторных инсультов однако частота развития тяжелых кровотечений не была выше в группе добегатрана по сравнению с группой аспирина вот но в группе добегатрана отмечалось увеличение частоты развития клинически значимых но не тяжелых кровотечений то есть все таки терапия антикоагулянтом приводило к увеличению риска развития кровотечений хотя и нетяжелых кровотечений. Таким образом, на сегодняшний день мы не знаем, насколько полезно применение антикоагулянтов у больных с криптогенным инсультом, имеющих определенные характеристики. То есть результаты исследования с добегатраном и результаты исследования с ревраксабаном свидетельствуют о том, что в целом такая тактика неэффективна. То есть в целом у всех больных с ишемическим инсультом и эмболической природой с неустановленным источником применение антикоагулянтов бесполезно, неэффективно. Но продолжаются поиски характеристик больных с криптогенным инсультом, у которых все-таки антикоагулянты, может быть, будут полезны. Сейчас продолжается исследование Аркадия, где включаются больные с криптогенным инсультом, у которых имеются признаки дисфункции левого желудочка. Ну и, соответственно, если в ходе выполнения этого исследования применение апексабана по сравнению с аспирином будет иметь преимущество, то мы будем знать, что у больных, имеющих криптогенный инсульт, синусовый ритм и дисфункцию левого предсердия, применение антикоагулянтов будет полезно. Пока же ответа на этот вопрос нет. Спасибо за внимание, до свидания.